Я читал эту статью, в котором агентство МУДИС высказывает свою оценку по последствиям преступления Российской Федерации ВТО для машиностроительных предприятий. Они оценивают, что для большинства предприятий возникнет определенное давление со стороны иностранных производителей. Если говорить непосредственно о станкостроении и о нашей отрасли, то здесь, учитывая различные встречные векторы, мы ожидаем, что влияние будет минимальное. Как с точки зрения того, что мы используем импортные комплектующие и стоимость этих комплектующих для нас будет в какой-то степени снижена, так и с точки зрения того, что конкуренция между иностранными производителями и нашими производителями происходит в разных нишах. Одни отрасли, например, поставщики энергоресурсов выиграют, потому что рентабельность их производства вырастает. Другие отрасли, как наше машиностроение, они еще не готовы и проигрывают в конкурентной борьбе. Сейчас я вот расскажу по каким причинам. Третья отрасль, например, сельское хозяйство, правительство успело заблаговременно подготовить. Конечно, нам будет очень тяжело. И чем быстрее правительство, конечно, сможет принять ряд мер, политику на ближайшие годы, тем плавнее мы войдем. Но из этого не следует, что мы там вот умрем. Мы просто, к сожалению, больше из ниши производства новых станков вынуждены будем перейти в нишу ремонта станков.